Здравствуйте, я Катерина Красникова, комиссар центрального штаба российских студенческих отрядов. Мы сейчас посмотрим, как работают сводные строительные студенческие отряды с пакетой имени Шукова. Вообще, в Долгородской области у нас здесь не будет строительство. Это наш руководитель строительного направления студенческих отрядов Долгородской области. Он непосредственно расскажет, чем ребята здесь занимаются. Как вас зовут? Олег Горшков, куратор студенческих строительных отрядов Долгородской области. На данном объекте работают сводные студенческие строительные отряды численностью 40 человек. На данный момент выполняется 40 человек. Откуда это? Это Долгородский государственный технологический университет имени Шукова. Работы ведутся по монтажу, ставятся в лицикартонные карабашки, штукатурятся, стены финишируются. На других блоках ведутся всестроительные работы. А у вас специальности есть? У ребят есть. У ребят какие специальности лучше расширить? На обращение в колоссоздательное образование. А где? А также в нашем университете. И не первый у вас отряд был? Нет, в данном месте работают ряды и первые годы. Нет, я имею в виду, в принципе, в университете налажено. Да, да, да. Это уже с учетом 2001 года у нас возрождено движение студенческих строительных отрядов. А куда ездили по-то? Наши ребята участвовали в космодроме восточном, в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сейчас приступают к работе на Кершинском мосте. И мы хотели бы вам сказать большое спасибо за то, что у нас есть возможность внести в свой вклад в развитие таких строительских важных объектов. И в будущем надеемся, что у нас будет возможность у ребят внести свои достижения в строительство таких объектов, как газопровод «Сила Сибири», «Федеральная трасса», «Таврида» и в дальнейшем в других объектах участвовать в их строительстве. Почему нет? Все это очень интересное, масштабное строительство. И немножко дается заработать до лет? Ну, конечно, ребята работают за заработную плату. Их заработная плата зависит от объемов работ, в целом от видов работ. Уровень заработной платы не ниже, чем по Белгородской области. Что касается этих объектов, скажем, «Сила Сибири», другие линейные объекты, это «Кубернатория», скажу, вы с ним ВКонтакте, наверное, да? Да, конечно. Надеюсь. Это мы поговорим с подрядчиками, но там непростая работа, знаете, там в таких тяжелых условиях, на самом деле, приходится, потому что там необжитое пространство полосальное, огромное. Но что-то дорожное строительство, то это подрядчики. Ну, разное. Я не знаю даже, что там подрядчики, но оно не важно. Но, естественно, из-за дорожного института, которые по специальности могли бы внести свой вклад в строительство такого вот объекта. Для ребят это очень важно. Вообще, в принципе, для развития студенческих отрядов главное, чтобы работа была. Потому что активность от ребят есть, и студенческие отряды вступать готовы. Если будут появляться объемы, как на региональном уровне, так и на таких значимых объектах, то движение, конечно, будет развиваться. Ну, потом это же интересно. Я уверен, что тем, кто были на строительстве космодрома Восточной, во-первых, это совсем другая зона страны. Совсем там другая природа. Не знаю, кто-то был в Восточной? Я был, да. Вы были, да? Ну, это ребята, в основном, молодые. Кто-то первый год в строительстве, кто-то вообще первокурсник. А вы уже не молодые. Ну, молодые по студенческим отрядам. Я уже 8 лет в студенческих отрядах. Ну, понятно. Ну, вот я думаю, что вы подтвердите. Совсем другая природа, другая обстановка. Конечно. Это возможность увидеть страну. Совсем всё. Ну, не совсем всё, но разница есть. Чувствуется. Это интересно. А Сила Сибири – это, конечно, такой мощный, большой, но тяжёлый для реализации объект. Мы тоже с ним готовы. Да-да, там интересно. Там интересно. Вот так же, как и дорога Катаврида. Можно и другие поискать. Ну, мы с губернатором поговорим, с ним решим. Ну, я надеюсь, что участие это будет возможно не только для ребят из Белгородской области, но и из других регионов тоже. Да, конечно. Кто-то будет. Меня зовут Андрей Ватурин, я командир областного штаба студенческих отрядов Белгородской области. Второе лечение, что командир. Мы знаем, что вы тоже принимали участие в студенческих отрядах и получали профессию плотника четвёртого разряда. А что получили? Получили, да. Мы сегодня тоже получаем рабочие специальности. Для нас это очень важно, так как мы становимся более конкурентоспособными, можем более качественно делать нашу работу. Но, к сожалению, не все бойцы студенческих отрядов имеют возможность получить рабочую специальность, так как обучение является платным. Мы бы очень хотели, чтобы в рамках программ центров занятости было предусмотрено бесплатное обучение рабочим специальностям для бойцов студенческих отрядов России, чтобы могли обучаться на бетонщика, плотника, маляроштукатура, строительные отряды, на проводника пассажирского вагона проводники студенческих отрядов проводников, на повара сервисные отряды и другие направления. Скажите, есть ли такая возможность? Сделаем. Спасибо. Я получил такую корочку, как раньше говорили, по поводу того, что я плотник четвертого отряда. Я даже не знаю, как это все было оформлено, но она у меня до сих пор сохранилась. Оформлялось это по-честному. Мы определенный объем работы выполняли. В данном случае занимались капитальным ремонтом небольших домов. Мы крышу сносили, и радость сносили, и заново все это строили. В соответствии с объемом выполненных работ, ну и качеством, конечно, этих работ, нам платили заработную плату. И я так понимаю, что под эту заработную плату подгоняли уровень нашей профессиональной опыта, в данном случае плотник четвертого разряда. Это достаточно высокий уровень подготовки. Вот, собственно, так примитивно делалось в Советском Союзе, но работало, потому что денег они там зарабатывали. Вот в вашем случае и сегодня, так, это выстроено таким, ну не в вашем случае, а вообще выстроено каким образом? Бесплатно через вот эти пункты занятости получают профессии рабочие люди, которые остались без работы. Вот, а для студентов, студентов высшепщебных студентов действительно это не предусмотрено. Бесплатное получение дополнительного, ну, скажем так, образования, связанного с получением рабочей специальности. Но это, безусловно, можно сделать. Спасибо большое. Здравствуйте, я куратор добровольческих и информационных проектов. Вот, мы не только работаем летом, но у нас круглый год много добровольческих проектов различных. У нас есть свой день ударного труда. Мы добровольно с ребятами собирали деньги на ремонт квартиры ветеранов и покупали материалы и ремонтировали квартиры ветеранов. В прошлом году, вот, мы с подписчиком командира, он с нами сейчас снова тоже в строю. А в Сибири у нас, например, зародилась очень хорошая добровольческая акция «Снежный десант», что называется. Мы со своими отрядами выезжаем в отдаленные районы, в деревни и помогаем местным жителям, бабушкам, дедушкам по хозяйству просто очистить от снега двор, наколоть дров. Мы там встречаемся со школьниками, проводим какие-то профориенационные мероприятия. А как вы там организационно с кем-то договариваетесь? Ну да, с местными властями, да, узнаем заранее, у них какая помощь необходима, есть ли такая потребность. Ну, чаще всего нам идут, конечно же, навстречу. Просто инициативно выходит на руководство какого-то региона, муниципалитета. Да, 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 да. Связываемся с ними, договариваемся, чтобы они нам там, ребят, помогли разместить просто. И мы уже адрес на какую-то помощь оказываем местным жителям. Вечером творческие концерты проводим для них. Ну, для ребят это очень интересно, важно, и вот, что мы только ударно трудимся, но и всегда с удовольствием, чистого сердца, совершенно-таки добрые дела. Где вы были? Ну, вообще, то есть в каждом регионе в свои районы выезжают ребята. Ну, какие просто интересные, куда вы, из Белгорода, куда вас доносило? Из Белгорода по области, да, если я вот из Эдмуртии сама, я, ну, мы были там в Вигринском районе, в Глазов город, в Глазовский район. Ну, то есть вот в каждом субъекте какие-то отдаленные районы в регионе. А где вы там живете? Ну, это либо в школах нам организовывают, да, какие-то, может быть, общежития, ну, муниципалитеты находят место, где жить студентам. Ну, вот на время, пока мы приезжаем. Вот, вот, отлично, отлично. В этих группах у них рассловий. Да, современные Тимуровцы, можно сказать. Да, да. Ну, здорово. Ну, это акция, которая позволяет и комиссарскому духу сплотиться, то есть ребята выезжают, они неделю, ну, живут, допустим, в спортзале, на полу, в спальниках спят, но каждый день переезжают в новую деревню и оказывают адресную помощь. Главное, чтобы ваша помощь была не нагрузкой местным властям, а реально в помощь людям. Да, конечно, если они нас готовы принять, то мы быстренько собираемся и уезжаем. Молодцы, здорово, очень хорошо. Спасибо вам большое за это, очень хорошая инициатива. Владимир Владимирович, хотели сказать вам огромное спасибо за 17 февраля, День российских студенческих отрядов. В 2015 году был подписан указ, и сейчас, в этот официальный день, по всей стране у нас стартуют наборы, это официальный старт набора во все студенческие отряды страны, проходят в этот день встречи с главами субъектов, с представителями органов власти, это дало большой толчок к развитию студенческих отрядов. И еще такая добрая традиция сформировалась, что все, кто причастен к движению студенческих отрядов, в этот день надевают свои форменные куртки, вне зависимости от того, где они работают. И мы всех приглашаем к этой традиции присоединиться. А еще хотели бы пригласить вас на всероссийский слет студенческих отрядов, это наше итоговое мероприятие. Где он? В Якутии 27-30 октября полторы тысячи бойцов, лучших со всей страны, отправятся смотреть Дальний Восток. Якутию самый большой субъект нашей Федерации. Будем очень рады, если вы в своем плотном графике найдете время. Хорошо. Ну вы... Я постараюсь. Я сейчас не могу сказать, что я даже не помню, что у меня там будет в это время. Но я несколько раз в Якутию приезжал зимой. Там было минус 50. Но мы не рискнули зимой, поэтому 27-го, 30-го октября... Да, в октябре еще нормально. А потом уже так сложно. Ну для местных жители, они привыкли, знали себя как-то везти на таком морозе. Мы южные регионы подготовим, а то они не готовы к концу октября. Они там еще из шорт только переоделись. Не-не-не, там еще пароходы. Очень. Там при минус 50 воздух замерзает. Впечатление, что туман. На самом деле, не туман, но воздух немножко замерзает. Ладно. Так, чтобы вам лучше работалось до конца этого трудового сезона, мы с вами фотографии сделаем. Я оставлю вас в покое.